вас интересует как управлять уровнем холестерина в крови я вас прекрасно понимаю раз вы думаете об этом процессе вы хотите заняться профилактикой или лечением атеросклероза сосудов вы понимаете что принципе 50 60 процентов смертей это кардиологически и от уровня холестерина от темпа развития атеросклероза в сосудах зависит фактически работоспособность этой основной системы жизнеобеспечения справиться ли с этим сердце не будет ли преждевременно острой сердечной недостаточности или не появится хроническая и выдержат ли давление артериальные сосуды не будет ли инфаркта инсульта или атеросклеротическая бляшка не будет вам портить жизнь нарушая кровоснабжение мозга и снижая память появляется забывчивость нарушая кровоснабжение мышцы сердца будут появляться боли подышка при небольшой физической нагрузке ну или какие-то другие проблемы поэтому вы это прекрасно понимаете что это не хочется этого делать но знаете я вам скажу немножко больше параллельно с кардиологическими заболеваниями развивается так из-под войны незаметно онкологические заболевания и факторы риска очень похожи и об этом тоже буду говорить поэтому те кто досмотрит видео до конца вы увидите еще один бонус это профилактика онкологических заболеваний их боятся больше я понимаю заболел человек и мучился кардиологии не боятся был здоров и внезапно умер чем боятся вопрос том что к сожалению сегодня вот такая ситуация такое беспечное отношение к своему здоровью привело к тому что в данном случае на украине знаю хорошо статистику если 20 процентов умирал от онкологии еще несколько лет назад то в прошлом году 15 не доживают люди до онкологического возраста реже стали болеть онкологии не доживают туда вопрос другом знаете меньше загрузка не только у онкологов сегодня у кардиологов тоже потому что те кто приболели у кого эта система слабая не ходят наблюдаются что-то делаю а те кто считают себя здоровыми они ничего не делают они минуют этап кардиолог даже реаниматолог такой этап минут попадает сразу патологоанатому потому что частота инфарктов в возрасте диапазоне 20 или 50 лет отличается в сто раз вы об этом задумывались когда-нибудь как вы думаете звоночек прозвонил я думаю что да у вас должна появиться сознательность в этом вопросе вы должны что-то начать делать я сейчас попробую а очертить так называемую целевую аудиторию кто находится в зоне риска ну начнем женщин женщины в возрасте до 35 лет имеющие так называемое абдоминальное ожирение когда вас жиров накапливается на животе ну вне беременности как вы понимаете смотрите в зеркало на себя смотрите на фигуру мам мамы бабушек если такой тип ожирения есть вы должны смотреть видео внимательно вы в зоне риска вас это касается женщины с другом другим типом отложения жира когда эта фигура гитара то есть больше жира кладывается на бедрах в возрасте до 50 лет вам тоже очень важно прослушать это видео до конца вы тоже для вас тоже будет очень полезная информация мужчины возрасте до 30 лет а иногда и в районе 20 по той простой причине что если у вас есть в сд если гипертония здесь избыточный вес гипотинамия вы в зоне риска или похожие заболевания если ваших пап дедушек были тоже в молодом возрасте и все остальные то есть за этими границами мужчины от 30 и до бесконечности и женщины от 35 50 лет и до бесконечности тоже в зоне риска то есть это видео касается всех только тех кто до определенного возраста для вас имеет значение профилактика а все кто старше этого возраста увы для вас уже чаще не профилактика а лечение атеросклероза что делать знаете ну напомню вам норму по большинству лабораторий считается верхней границы нормы холестерин 5 и большим хвостиком зависимости от реактива который использует лаборатория ну грубо скажу 5 если берем липопротеиды высокой плотности или полезный холестерин он должен быть не ниже 16 если ниже эта проблема в вашем питании опасный холестерин или лепопротеиды низкой плотности должны быть не выше двух с половиной потому что тут тоже зависит от питания от нагрузки много факторов и от экологии зависит этот холестерин ну индекс атерогенности то есть соотношение одного и другого должен быть не выше 3 если индекс атерогенности выше 3 в зоне риска ну это по уровню холестерина а теперь я хочу вам рассказать собственно о строении вот той самой атеросклеротической бляшки и где имеет значение вот этот самый уровень холестерина бляшка развивается как вы понимаете в артерии чем отличается артерии от вены там во первых выше давление во вторых там вы плазме крови растворен кислород венозной крови его нет и вот здесь еще то есть эти факторы недостаточный для того чтобы развилась бляшка еще третий компонент очень важный с которого все собственно и начинается весь этот процесс это токсины любого происхождения будь то ваши собственные будь то из пищи которую вы неосторожно ввели свой организм будь то из экологии который вы не знаете как с ней обращаться правильно любая причина любой токсин попадая в эту троицу делает кровь очень агрессивной и где эти факторы действуют наиболее негативно как вы понимаете крупный ствол это аорта тут самое высокое давление и вот здесь начинается атеросклероз первый конечно шаг это атеросклероз сосудов вот отсюда стартует атеросклероз аорты первый сосуд который под самым высоким давлением отходит от аорты это коронарные сосуды и как вы понимаете чего стартует большинство атеросклероз коронарных сосудов поэтому сердце страдает поэтому одышечка появляется поэтому боли появляются поэтому другие проявления ишемической болезни сердца появляется первыми если вы сердцем как-то придумаете себе там нагрузку давать незапредельную атеросклероз пойдет дальше если вы ничего не делаете и страдают сосуды мозга там бляшечки появляются а так как чаще всего это разветвление то есть вот от аорта идет считаем вот это аорта уходит сосуд и тут так называем бифуркация вот здесь вот вместе между вместе бифуркации вот здесь самое сильное давление удар препятствие стоит сосуде тут длинник а тут препятствий вот здесь стартует бляшка фактически перекрывая сразу два сосуда дошли до следующей бифуркации здесь опять то же самое коронарных сосудов 3 бифуркации поэтому когда делают стентирование или аорта коронарное шунтирование перекрывают три сосуда максимум составит 300 это как правило и ставят всем максим максимальное количество по той простой причине что бляшечки развиваются легко и просто в любом из трех этих мест заполучных почему первое я сказал вам токсин 33 вот это должно действовать на сосуд что получается под действием на стенку сосудов вот этих трех факторов первая реакция вашего организма защитная появляется в названии пенистые клетки и клетки аутоиммунного воспаления то есть на вот эти токсины не важно какого происхождения идет реакция и сосудик немножечко стал толще для кровообращения местного это не имеет никого значения но фундамент для атеросклеротической бляшечки уже создан поэтому если вы знаете как жить вот в этих сложных экологических условиях не вопрос если вам нужно больше информации как правильно дышать как правильно подготовить воздух как правильно использовать воду для питья как ее готовить делать ее безопасной как сделать безопасные продукты питания то есть основные источники не вопрос пользуйтесь этими знаниями на свое усмотрение если вам хочется все-таки больше информации не контакты вы видите обращайтесь если вы знаете что такое микрофлора кишечника как ее правильно содержать что там дисбактериоз не развивался и по мечников мечников это проверял 30 процентов жизни вы теряете из-за дисбактериоза кишечника по той простой причине живут у вас условно патогенные бактерии или по-другому называется профитные они вам больше полезных веществ дают чем вредных живут патогенные бактерии в большей степени соответственно сами понимаете полезные они сами используют вам дают только вредные и вот в этих условиях съедается 30 процентов жизни почему потому что больше токсинов попадает кровь и раньше развивается атеросклероз очень просто ситуация простая простейшая высказал поэтому если вы это понимаете да не вопрос если знаете как сделать самостоятельно не вопрос если вы еще удаляете регулярно листовый паразитов который в том же кишечнике дополнительные источники вдоксикации оттуда не вопрос если вам нужно больше информации вы понимаете что чего то вы еще не знаете контакты вы видите обращайтесь можете подписаться кстати на мой канал и посмотреть другие видео на эту тему информация открыта пожалуйста смотрите главное чтобы вы знаете самое главное делать нужно это делать это ваше здоровье это ваша жизнь вам ее беречь вам об этом думать я могу вам только подсказать да мы всей страны советов я могу вам посоветовать а вот исполнять пятилетку в три года это уже вам что еще очень важно чтобы фильтры работали печень и почки они работают на том что я уже сказал на воде на еде то есть вот это все обеспечивает эффективную работу фильтров по очищению вашей крови если вы это знаете как делать правильно да не вопрос если не знаете результат рецепт мой вы знаете звоните пишите единственное что если я занят если я с кем-то уже разговариваю попрошу вас перезвонить другое время поэтому лучше пишите так проще общаться что еще очень важно в этом плане это стресс и то есть если вы понимаете что вокруг вас полно различных факторов и вы хотите изменить все своей семье на своей работе своем городе своем государстве на планете в целом солнечной системе наконец целом вы знаете атерослироз это будет ваш если же вы научитесь жить в этих условиях гармонично все будет совершенно по-другому потому что мало того что стрессе повышается уровень холестерина в крови можете проверить мои слова возьмите хорошенько поволнуйтесь поговорите с кем-то дома по дороге в лабораторию в лаборатории хорошо по крупному говорить и знаете анализ на тот самый холестерин и посмотрите что будет гадалки не ходи холестерин будет верху вопросов нет но если бы только так как поволновались он подскочил ладно знаете холестерин неподготовленный сосуд не ляжет а вот стресс когда блокируют работу печени почек стрессе фильтры не нужны стрессе должна соображалка работы и сердце мышцы ноги должны работать бежать острое со факторов или куда-то еще выполнять какой-то трудовой подвиг вот в этом случае блокируется работа печени почек токсины остались крови и пенистые клетки как вы думаете сколько и будет больше вот тут фундамент для бляшки уже готов а холестерин холестерин вот этот при стрессе к этому фундаменту не прилепится потому что между пенистыми клетками и холестерином должен быть еще как минимум один слой поэтому первый шаг бляшку делают люди вот при неразумном отношении к экологии но бляшки еще нет проблемы еще нет вы ее не видите еще потому что те там десяток допустим процентов перекрытия просвета сосудов клинического значения не имеют вы не видите ограничения работоспособности и вы продолжаете делать те же самые ошибки второй слой он возникает тоже чаще всего на стрессовых факторах потому что в крови есть тромбоциты в крови есть белки свертывающие системы крови и в состоянии стресса они имеют тенденцию ну скажем так организовываться взгустки и когда тромбоцит бегает один рассчитываешь где-то прикреп перекроет сосудик если там он порвется у кровотечения было это одно а когда идет агрегация тромбоцитов это другое увеличится вязкость крови белки свертывающие системы тоже сворачиваются потому что они все активны потому что в стрессе вероятность травмы велика и кровотечение нужно останавливать моментально посмотрите в стрессе как у вас заживают рану да легко кровотечение становится просто не успели царапинку взять она уже запеклось так это поврежденные сосуды а внутри то же самое и в состоянии стресса все растет совершенно по-другому чемпионскими темпами вы знаете у меня несколько пациентов вот так вот не вышли из стресса не решили они ту задачу которую хотели решить потому что состояние стресса сосуды тромбируются возникает очень жесткая ситуация доводится тромболитики можно пиявки ставить если у человека развился инфаркт на фоне стресса и понимаем что там в тромбе стоят просто белки свернулись их нужно растворить и фактически вывести оттуда и все у меня есть один пациент который таким образом вернулся к нормальной жизни да правда это стоит удовольствие денег но жизнь вы знаете дороже но зачем туда попадать а несколько пациентов не вышли они понимали 6 хватит норма шубляшка перекрывает сосуд десятками лет медленно потихоньку а тромбов в крови тромбоцитов белков свертывающего полно перекрыть сосуд легко и просто самое неприятное тромбоэмболия легочной артерии перекрывается просто сосуды все тромб растет там раздражение стенки сосуда рефлекторная остановка сердца все вам повезет если перекроется мелкого калибра сосуд если крупный ствол там не помогают даже хирурги потому что легочных артерий много еще нужно угадать с какой стороны слева справа ситуация бесперспективная проще правильнее относиться к стрессам это кстати лежит еще в первом факторе потому что когда у вас хорошо работает печень почки ваш мозг получает полноценную хорошую кровь и вы задачи решаете без состояния стресса уже мозг получив полноценное питание он решает просто он не волнуется излишне 6 лишние волнения стрессовые гормоны плосников повышает крови и сахар и холестерин и свертывая систему крови ставить знаете такую боевую готовность вопрос том что когда сосуд не порвался возникла проблем здесь узнаете раньше кровопусканию помогали до избавили убрали кровь кровоснабжение мозга уменьшилось тресс уменьшился все выжил вызовы кровопускание не лучший вариант это не наш метод уже немножко устарел проще правильно относиться к окружающей среде и учитывая хорошую работу печени обеспечивать мозг полноценной крови и работать эффективно и долго поэтому здесь очень важно вот это все понимать холестерин холестерин тут не имея значения он настолько медленно может накапливаться в сосудах что по сравнению со способностью тромбоцитов к агрегации это ерунда это детский лепет они быстрее это делают на стрессе в неделю человек уходит внезапно как бы внешне на самом деле все понятно все прогнозируем все объяснимо и самое главное предотвращаем главное ситуацию понимать третий слой в атеросклеротической бляшки вот тут уже появляется холестерин вот тут да тут вы должны уже контролировать продукты питания с холестерином правильно к ним относиться правильно и готовить такое видео на моем канале есть так что смотрите там более 25 минут информации слушайте внимательно используйте не вопрос повторяться не буду зачем это уже есть чем буду отнимать ваше драгоценное время а может вы это уже знаете уж вы знаете как это все делаете не вопрос я уже принципе просто вам напомню что там очень важен холестерин но третьим слоем вот здесь этот слой может быть достаточно большим да и вот тут уже появляется гемодинамика нарушение гемодинамики нарушение кровоснабжения уж одно дело когда сосуд где-то у стеночки препятствия которые не влияют на активно не сужают просвет а клиника появляется когда величина бляшки перекрывает просвет на 50 60 70 процентов зависит уже от того какую на руку вы себе даете и вот здесь вот ситуация очень легко рулится если вы не понимаете еще один слой последний вот первые три слоя они мобильный их можно убрать вы знаете первые три слоя убираются в принципе первый слой понятно это экология правильно к ней отношения эндо экзо экологии несущественно второй это стрессы которые усиливают действие экологии и принципе провоцирует даже слегка измененном сосуде агрегацию тромбоцитов и сворачивание белков сверху системы крови третий слой конечно это питание тут чемпион питания но помните на первых двух слоях стресс уровень холестерина поднялся вот тут уже он легко и просто лепится тут бляшечка растет легко и просто поэтому тут уже нужно понимать тут уже систему контролировать вот первые три слоя снимаются есть такой великолепный рецепт настойка чеснока только готовить и нужно правильно если не знаете как позвоните потому что дозы которую используют чрезмерный и неправильно использует еще вот здесь вот возникает проблема когда большая доза идет бляшка начинает не растворяться не обываете вы ее а рыпины делаете здесь возникает проблему этот эмбол фактически улетает и на периферии закрывается сосуд вопрос зачем вам это надо поэтому тут знаете тише едешь дальше будешь уже просто правильно это используем не нужно вылечить не ставьте перед собой цель вылечить атерослироз за 2 за 2 недели за 3 тоже не стоит месяц и пожалуйста введите в образ жизни правильно это использование вопрос все прекрасно уже факторов провоцирующих много вам уже держать полистирин возвешенном состоянии поэтому вот эта настойка чеснока великолепно работает кстати как и другие настойки которые не содержат ядовитых токсических веществ поэтому умеренное употребление алкоголя тоже предупреждает чрезмерное развитие атерослироз сосудов умерили уже медь царя в голове тогда все порядке цель у вас не выпить много а выпить немножко во-первых снимаете стресс самый простой антистрессов растворили холестерин не дали ему лечь по сосудам а снизив стресс вы снизили уровень холестерина который стресс поднимал вы снизили способность тромбоцитов анонигировать вы снизили способность белков свертвой системы сворачиваться все прекрасно стоит вам перебрать с дозой до стрессы сняли но белкам свертвой системы все равно их алкоголь свернет понимаете ситуация возникает вроде как знаете за что боролись на то и напоролись поэтому тут перебор горит тут малой дозой не мытьем так катанием потихонечку в этом вели свой образ жизни все нормально все прекрасно последний слой самый сложный это кальций крокальцы пропитывает бляшку когда бляшки уже воды и воды здесь возникает иная ситуация я понимаю что эта ситуация уже необратимо и вот здесь возникает сложности конечно тут уже появляется хирургия если у вас есть клиника где-то недостаточность какого-то органа какой-то системы ну вы лучше все-таки тут хирургически решать ситуацию потому что вот здесь уже использование той же настойки чеснока тоже может навредить потому что в принципе сосуд уже не той прочности да и кальций не так плохо не так активно выводится из сосуда а питание с продуктами с кальцием не имеет никакого значения потому что кальций сыворотки крови всегда был есть и будет потому что если кальция нет мышцы не имеют нужного тонуса если кальция в сыворотке крови нет сердце не работает мозг не работают никто не работает нормальный метаболит крови уровень которого колеблется в зависимости от вашего питания от вашей нагрузки и не зависит от отложения в бляшке темп роста этой бляшки станут когда настанет более такой опасно поэтому тут вы просто должны вот это все понимать и когда вы это будете целенаправленно использовать не вопрос я за вас спокоен я понимаю что вы зоне безопасны по развитию атеросклероза если вы не будете выполнять такое дело я по и дело я знаю что дело я свою информацию вам дал от вас зависит как вы ее воспользуетесь лучше чтобы вы все-таки воспользовались если не сегодня вернитесь к этому видео через месяц-другой через неделю-другую пересмотрите еще раз попробуйте все таки понять что дороже вашей жизни в принципе на этой планете ничего нет подойдите к миллионеру миллиардеру который лежит в реанимации спросите нужны ему миллиарды особняки машины острова он готов это все отдать за лишний глоток воздуха за лишнюю прожитую минуту поэтому мой вам совет берегите свое здоровье с молодым и лучше заниматься профилактикой атеросклероза чем его лечение хотя если вы попали на это видео вы его увидели когда у вас уже какие-то процессы развились ну знаете поздно только в одном месте там найти тишь тихо кладбище кресты вот там поздно а даже в реанимации не поздно заняться профилактикой целенаправленным лечением потому что если вы развились уже есть атеросклероз да профилактика атеросклероза вы уже заняться не можете можете заняться только его лечение но профилактикой коронарной смерти вы можете заняться продлить себе жизнь как всегда заканчиваю это видео словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения будьте счастливы будьте здоровы